Здравствуйте, россияне и жители России. Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о происхождении названия Украина. Поскольку мы видим в Украине, что вас в России очень интересует Украина, вы без Украины ни один выпуск новостей не можете прожить, поэтому я попытаюсь объяснить коротко и ясно, откуда происходит название моей страны. В России распространена идея, и очень давно, и агрессивно насаживалась эта идея, о том, что слово Украина происходит, мол, от слова окраина, порубежья, некая граница, от этих слов. Я скажу так, что никаких комплексов по поводу пограничья и проживания на границе у украинцев нет и быть не может. Вот если бы это было правда, если бы название Украины происходило от окраины, для нас это было бы ничем не плохо, потому что всегда пограничья это какие-то новые вызовы, это какая-то нескучная жизнь, поэтому никаких комплексов и проблем с этим бы не было. Но я вынужден вас разочаровать, что название Украины не происходит от слова окраина, пограничья, порубежья и так далее. Откуда же оно происходит? Вот сейчас я, как и обещал, коротко вам расскажу. Слово Украина впервые зафиксировано в летописи от 1187 года. Это произошло еще до монголо-татарской нашествия и произошло задолго до того, как современная Россия начала называться Россией, задолго до того, как, собственно говоря, образовалось Московское княжество. И все это подрывало, естественно, вот эту всю имперскую историю. Потому что название Украины, еще раз подчеркну, появилось раньше названия России. Поэтому долго в России имперские идеологи, как мы считаем, пытались вывести название Украина от слова окраина. На мой взгляд, попытка выводить это название от слова окраина могла осуществляться в условиях исключительно очень жесткой контроля за первоисточниками. То есть, когда, грубо говоря, летописи никто, кроме толкователя, читать не мог. Потому что, если их прочитать внимательно и вдумчиво, мы увидим, что никакое Украина не окраина и не происходит от этого названия. Теперь к источникам, чтобы быть полностью верифицированным, чтобы вы могли сами оценить. То есть, есть много летописных упоминаний об Украине. Ну вот первые возьмем, первые три, например. В летописном сообщении 1187 года говорилось, что за Переяславским князем Владимиром Глебевичем, Владимиром Глебевичем, стонала вся Украина. Переяславщина, потому что Владимир Глебович был князем Переяславским в то время, это одно из княжеств, собственно, Руси, в которую входило Киевское, Черниговское, Переяславское, Новгородское, Северское княжество. И значительная часть Переяславского княжества находилась дальше от границ Руси, даже чем сам Киев. Поэтому слово Украина не могло означать окраин княжества. А главное, непонятно почему, если за князем тужило княжество, почему за ним должно было больше тужить пограничные земли княжества, чем все княжество целиком. То есть, почему, непонятно почему за князем этого княжества тасковали именно пограничные земли, а не все княжество. Кроме того, окраиной чего могли быть неоднократно упомянутые в летописях, например, Черниговская Украина, Северская Украина, Новгород-Северская Украина, Киевская Украина тем более. Более того, я вам расскажу, что на территории самой России, Москве тогда, были Украины. Их было достаточно много. И другое сообщение летописи, датированное 1189 год. Упоминается о том, как князь Ростислав Берладник приехал в Украину Галицкую. И князь въехал в княжество владеть им целиком, как одним целым, а не его окрестностями. Он не въехал в какие-то окраины этого княжества. В Галицко-Волынской летописи о событиях 1213 года говорилось. То есть, опять-таки, князь, речь идет не об окраине, а обо всем княжестве Забужье с центром в Угровеск. Ныне городище вселенного Угрузка Любольмского района на Волыне. То есть, по отношению к чему могла быть, например, Киевская Украина, скажите, пожалуйста. По отношению к чему она могла выступать, ну или Черниговская, например, окраины. Ну это же полная и, так сказать, нелогичность, мягко говоря. Кстати, известно упоминание в летописях о польских князях, которые после похода в Галичину и Волынь, например, возвращались в свою Украину. То есть, они возвращались в свою Украину. Какую еще в Польше Украину? А какую? В собственное княжество. Более того, что интересно для меня, это то, что слово «окраина», «окраина» в летописях не существует. То есть, нету такого церковнославянского слова. То есть, в летописи нету слова «окраина». Всегда говорится «предел». «Предел» есть и такое украинское слово, и в русском языке оно сейчас существует. То есть, когда в какие-то границы возле порубежья и так далее, это не называется словом «окраина». То есть, я всю летопись прошерстил, ипатьевскую, ни одного раза упоминания об окраине не нашел, как именно о пограничье. То есть, это слово взято, очевидно, из какого-то другого понимания. И вот если бы люди читали источники, те, которые пытались это все объяснять, и если бы они знали украинский язык, они бы знали, что слово «украина» происходит от слова «краина». У нас в Украине сейчас такое слово, как «краина» означает «страна». И оно, в общем-то, одно из самых употребимых слов до сих пор в нашей стране, в Украине. Более того, в русском языке, когда говорят об «украина», то не говорят «украина», как правило, не говорят. Говорят, все-таки «Украина» с украинской произношением. И вот это украинское произношение «Украина-краина», оно дает очень много для понимания, откуда же взялось это название. Поэтому, когда говорили об различных Украинах, это говорилось об различных княжествах, о различных странах, ну, скажем так, территориях, которые там входили в состав каких-то государств. И поэтому «Украина» — это всего-навсего синоним княжества. И вот употребление названия «Украина» в литературе XII-XV веков однозначно свидетельствует о том, что это слово было синонимом княжества, земли. Соответственно, «Украина» — это наше княжество, наша земля, наша страна. И сейчас украинское слово «краина» означает, собственно, страну. Когда-то Франция называлась Галией, когда-то Испания и Иберии. До англосаксонского завоевания, к примеру, Великобритания называлась Британией, потом Альбионом, затем Англией. Китай вообще менял названия с каждой правящей династией. Россия недавно называлась РСФСР, перед тем Московским государством, перед тем Российской империей, точнее, потом Московским государством, потом Залесьем, Суздалем. А еще раньше, как говорят знатоки финно-угорских языков, называлась Меряма, например. То есть эти изменения названий — это скорее норма для государства. Мы знаем, что Германия современная называется на французском языке одно название, на немецком — другое, на других языках, на украинском языке — третье, а еще в соседних странах — четвертое. Поэтому эти изменения названий, они естественные и бывают. Ничего здесь такого удивительного не существует. Просто украинцы были не очень оригинальны в названии своей страны и назвали ее просто страной. Краина. Краина. Поэтому в отсутствии слова окраина в церковнославянском языке, в языке наших летописей, выводить это слово из несуществующего слова, из слова, которое когда-то, может быть, появится. Ну, не может быть, а появилось там через сотни лет. Это, конечно, был бред высшей меры. Тем более, что источники очень четко дают все это знать. Если вы просто прочитаете источники, вы увидите нелогичность того, что 1187 год, и тужила за ним вся Украина, за Владимиром Глебовичем, что тужила окраина? А почему не все княжество? То же самое, когда въезжает во все княжество, не в окраины какие-то он въезжает, а идет перечисление всех городов 1213 год, ну, и 1189 год, перечисление всех городов княжества и всю Украину. Это свидетельство, что это в всей стране, собственно говоря. Поэтому здесь все предельно ясно. Если вы хотите знать еще много чего интересного об Украине и о Руси, то обязательно будет. Подписывайтесь на мой канал. Большинство видео здесь на украинском языке, но если вы хотите знать, как говорили славяне в древности, можете послушать и узнать для себя много нового. Подписывайтесь на канал и будьте там в России здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok